Полезный город Полезный город Их сейчас можно заказать с калиткой Мы об этом поговорим немного попозже Когда будем говорить о планах В прошлом наших программах, когда мы с вами говорили О том, как вообще важно Работать с надёжной компанией Компания «Ренталь», напомню, 18 лет Chic исполняется Как вы на рынке уже Вот тогда вы мне рассказывали, что у вас Сервис полного цикла, что называется То есть от момента, когда человек ещё только подумал Что ему нужны ворота И надо бы сходить присмотреться До момента установки и дальнейшего обслуживания Вы всё это можете делать, всё верно? Да, всё правильно. Сколько у вас человек сейчас работает в компании? Четверо монтажников, два менеджера, технический директор, я и ещё бухгалтер мне поможет. То есть штат у нас небольшой, но каждый сотрудник очень ценен, потому что все они обучены. Я за каждого этого сотрудника уверена, то есть я знаю, что они не подведут. Мы с вами говорили про полный цикл. Да, давайте напомним. Вот человек приходит в шоурум, что он там видит? В шоуруме он видит ворота в полный рост, полная комплектация этих ворот. Он видит, как они могут выглядеть, он может подобрать цвет, он может подобрать комплектацию, дополнительные опции. После того, как мы смонтируем эти ворота, сдадим ему их в эксплуатацию, от трёх до шести месяцев, вот в этот промежуток времени, мы по договорённости, естественно, с клиентом выезжаем на первое сервисное обслуживание, первое ТО, и оно у нас бесплатно. Это в качестве рекомендации идёт. То есть это такая обязательная история, которую рекомендует производитель. Зачем? Чтобы ворота служили дольше, и чтобы они служили именно за явленный период, который заявляет производитель, их надо периодически обслуживать. И первое ТО производится вот после трёх месяцев бесплатно, чтобы клиент понимал, что оно необходимо. Чтобы он просто понимал, что делают-то люди, да, в этот момент? Там целый чек-лист, там перечень работ, которые монтажники должны сделать, обслужить эти ворота и дать какие-то рекомендации на дальнейшую эксплуатацию. А дальше уже сервисное обслуживание, оно идёт платное. На протяжении двух лет, которые вот АЛЮТЕХ даёт гарантию на ворота, мы должны приехать, ну, как минимум, четыре раза. То есть раз в полгода? Раз в полгода. Их надо всё равно обслуживать. Это не стоит прям каких-то бешеных денег, но, по крайней мере, когда АЛЮТЕХ, мало ли, что-то случится, и спросит, а вы ТО проводили? И если отметки в паспорте нет, что ТО проводилось, АЛЮТЕХ не возьмёт. По гарантии имеется в виду, да? По гарантии не возьмёт, потому что не проводилось гарантийное обслуживание. Но почему-то машину-то же мы обслуживаем. Каждый год. Каждый год. А если она ещё на гарантии, то у нас там выбора нет. Мы по обязательству просто едем и обслуживаем, да, там в определённые тысячи километров. К воротам как-то не так пока относятся. Это возвращаясь к тому, почему важно покупать у официального представителя продукцию, чтобы была возможность и гарантийно обслужить, и по гарантии ремонт какой-то получить, или замену там какой-то детали, например, если вдруг понадобится, да, чтобы это занимало как можно меньше времени и уже было тоже с гарантией производителя. Да, чтобы предъявить какие-то гарантийные обязательства, претензии к производителю, продукцию надо обслуживать. И обслуживать я должен компания, которая аккредитована АЛЮТЕХа. То есть вот в данном случае это мы, официальный представитель. Официальный сервисный центр, это называется, если мы про бытовую технику, например, говорим, как-то так вот, да? У вас та же самая история только с воротами. Да. А мы с вами ведь ещё говорили, что есть возможность попросить сотрудников приехать на место и посмотреть, и подсказать что-то, что вот здесь лучше вот такие, например, ворота, а здесь такие, а сюда лучше вот это вот взять там из дополнительных функций. Да, у нас это всё делают технические специалисты, которые выезжают, например. И, как правило, когда приезжает грамотный технический специалист, продажа случается. Потому что люди видят, что человек знает, о чём говорит. Иногда приходится спорить с прорабами на объектах и доказывать, что, ребят, ну так не делается, делается вот так. Чтобы в итоге клиент получил то, что он хочет получить, а не что-то кривое и косо. У нас есть обязательства перед конечным покупателем. Мнение-то складывается о нас. Если мы поставили ворота, и проём был сделан неправильно изначально, так ведь к нам будут претензии. Поэтому приходится иногда спорить, конечно, на объектах. И всё-таки в 18 лет мы уже работаем. С опытом, да, это пришло? Да, опыт этот пришёл, и человек у нас со строительным образованием ездит на объекты. А ну, то есть они на одном языке разговаривают с прорабами, по-мужски поговорили, да. Но зато ворота поставили грамотные и качественные, они работают долго. Ну да, да, приходится, да. Все косяки-то, они выходят в деньги. Это правда. И платит клиент. И не хотелось бы, чтобы клиент переплачивал два раза за одно и то же, к примеру. Принцип такой, если клиент заплатил деньги, он должен получить по максимуму грамотную консультацию и грамотно смонтированные ворота. Вы вначале мне сказали, что вот-вот-вот новинка появилась из Живолютеха. Это панорамные ворота с калиткой. Что такое панорамные ворота? Они из стекла, я так понимаю? Нет, они не стекла, нет. Нет-нет-нет, они не стеклянные, но они прозрачные. И это такая новинка в нашем городе? Новинка, она в качестве того, что туда можно сделать калитку. Калитку. Так-то, в принципе, эти ворота у них давно, но они были единым полотном. То есть вот эти же сэндвич-панели, но они были панорамные. То есть ворота прозрачные. Вот делают их в автосалонах. Но сейчас их можно стало делать с калиткой. Раньше у Лютеха такой возможности не было. Калитка в воротах панорамных. А сейчас появилась. Вот у неё презентовали практически где-то в ноябре. И вот эта история, она будет доступна, получается, кировским покупателям? Она уже доступна. Уже сейчас можно заказывать. Можно уже прийти и заказать. Если я верно понимаю, классное такое достижение у компании «Ренталь» – это открытие как раз шоурума «Лютеха» на Урицкого 24. Да, официальное открытие. Долго ли вы готовились к этому моменту? Вот. Сектября 20-го, а в июне 21-го мы официально открыли. Не скажу, что это было легко, это было нелегко. Потому что не всё от нас зависело. Всё, что от нас зависело, мы сделали. Вы помещение выбирали, искали, ремонт делали, да? Мы выбирали помещение, это первое. Потому что по выбору помещения было много условий. Не любого помещения можно взять и арендовать. То есть «Лютех» не пропускал. Самая большая проблема – это была высота потолков. В итоге мы нашли помещение, и состоялось, наконец-то, официальное открытие. Мы разрезали ленточки. Много ли народу приходит в «Шоуру»? Ну, бывает, конечно, но не прям как вот магазин «Пятёрочка». Ну, конечно, не толпой, да? Нет, не толпой. Наши клиенты – это в основном занятые люди, им время дорого. Если их всё устраивает, они всё это делают онлайн, электронная почта, банковские переводы и всё. Картинки посмотрели на сайте, выбрали, то, что подходит, вызвали на замеры. Приехал человек, проговорили с ним, всё заказали. Причём человек приезжает с раскладкой, цвет можно выбрать прямо на месте. Практически приходит уже по факту, когда уже сделка состоялась. Цвет уточнить, может быть, панель там, текстуру или ещё что-то. Хоть руками потрогать, как это будет выглядеть. Да, вообще убедиться, что мы существуем, что мы не какие-то виртуальные, а реально, что мы тут. Ну и сейчас, мне кажется, ещё из-за пандемии лишний раз никто никуда и не ходит. И это тоже. И потом ещё, мне кажется, в Кирове, может быть, не совсем этот формат привычен, да, и ещё не настолько мы приучены к тому, что всё красивое, можно прийти, посмотреть, как работает, руками потрогать. Может быть. Кстати, вот в 2010 году, когда ещё работали, у нас был офис на Орловской, мы устанавливали двое в рот точно так же в полную. Это очень пользовалось популярностью. Прям люди приходили прямо пощупывать, потрогать. Очень вообще классно. Я тогда ещё поняла, что этот формат, по идее, его бы надо поддерживать. Это в любом случае очень хорошая история, потому что это значит, что компания не один какой-то офис, например, занимает, да, где-то в офисном центре один кабинетик, да, а у компании серьёзные планы, потому что раз компания вкладывается и в ремонт офиса, и в обучение сотрудников, ну, это значит, что компания собирается на рынке работать долго. И это показатель ведь тоже для клиента. Это значит, что никуда не денется та компания, у которой ты покупаешь продукцию. Тем более, раз продукция требует сервисного обслуживания постоянно. Я на самом деле очень благодарна за двери. В первую очередь своим клиентам, которые остаются с нами из года в год. Это и частные клиенты, это и клиенты организации, за тех клиентов, которые вновь приходят. Мне так радостно, что люди приходят, люди выбирают, люди покупают. И кто-то из года в год, кто-то раз пять лет меняет дом, он приходит к нам снова за новыми воротами. Я искренне радуюсь за людей, потому что люди не стоят на месте, они развиваются. Я очень рада этому. В шоуруме продукции Алютех компании «Ренталь» можно, кстати, и символ года найти. Вот к вам сейчас я отправлю людей фотографироваться. У вас же там амурские тигры, да, в шоуруме. Приходите, фотографируйтесь. Наталья Чернышова в нашей студии была, директор по маркетингу компании «Ренталь», официального представителя завода «Алютех» в Кирове. До свидания. Шоурум продукции Алютех компании «Ренталь» находится по адресу Киров, Урицкого, 24, помещение 10-096, телефон 699-608.